Красноярские бизнесмены и представители власти обсудят налог на роскошь. В ближайшее время в городе пройдет ряд круглых столов, на которых собравшиеся выскажут свое мнение о новой инициативе Владимира Путина. Результаты будут доложены правительству страны. Тему налога на роскошь премьер затронул в одной из своих программных статей. Однако эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление министра финансов Антона Силуанова. Накануне он дал понять, налог на покупку дорогостоящей недвижимости или люксовых товаров будет введен уже в следующем году. По мнению властей, подобное бремя для богатой части населения – лишь восстановление справедливости. Налог на роскошь – это своего рода общественно признанная плата за отказ от инвестиций в развитие в пользу сверхпотребления и тщеславия. Разумеется, фискальное значение налога на роскошь никто не собирается преувеличивать. Его фискальное значение минимальное. Очевидно также, что такой налог не должен затронуть средний класс. Что из себя будет представлять налог и какие именно группы товаров будут им облагаться, пока непонятно. Власти предложили обсудить это на площадке Союза промышленников и предпринимателей. В Красноярске, как и по всей стране, пройдет ряд круглых столов. По словам председателя краевого отделения РСПП Михаила Васильева, никто не ждет легких дискуссий. Он считает, что первым же камнем преткновения станет вопрос, а что же считать роскошью. Да и вообще у нового налога найдется немало противников. Кто-то поучаствовал, скажем, в приватизации 90-х годов и извлек из этого максимум возможного дохода. И в этом смысле они могут относиться по-своему к этим налогам. Ну, как бы пришли, так и ушли. С другой стороны, есть представители того бизнеса, который с большим трудом завоевывал свои финансовые позиции, для которого каждый рубль, каждый доллар, каждый евро зарабатывался потом и кровью, что называется. Бизнесмен и депутат ЗАГС Собрания Края Роман Гольдман считает, что обсуждать нечего. Он категорически против введения налога. По его словам, от этой инициативы несет марксистской пропагандой – отобрать у богатых и раздать бедным. Властям лучше стоит задуматься о мотивации населения, чтобы люди не думали, как и что поделить, а как и где заработать. Что значит налог на роскошь? Налог на роскошь – это та же самая субсидия на лень. То есть, если вы не хотите зарабатывать, не хотите быть предпринимателем, а просто ходите, в пять часов возвращаться домой, сидеть ругать правительство и ничего не делать, а я в это время прихожу домой полвторого, то мои усилия должны пойти к вам. Деюсь, что это глупость. Бизнесмен Жан Макартычан известен на весь город покупками дорогостоящих авто. Однако считает, что бояться налога на роскошь не стоит. Правда, властям действительно нужно подойти к нему с умом. К примеру, сборы с покупки машины премиум-класса должны быть включены в транспортный налог. Это сделает дополнительное бремя несущественным. В ином случае – неминуем крах. Если брать другие страны, к примеру, как Америка, там вводилось в 90-м году налог на меховые изделия, на ювелирные изделия. Привело к тому, что люди стали эти все изделия покупать за границей, а не у себя в стране, чтобы не платить налог, а потом через три года его отменили. Совершенно очевидно, что тема налога на роскошь неоднозначна. Впрочем, власти готовы выслушать все предложения. По итогу круглых столов будет сформирован некий список товаров и некий механизм налогообложения, который должен все-таки лечь в основу конкретного закона. По словам экспертов, инициатива настолько противоречива, что, скорее всего, не будет принята к 2013-му. На обсуждение налога на роскошь уйдет как минимум три года. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчава, Игорь Лобакин. Афонтова. Новости.